Священное Писание Евангелие от Марка, 4 глава. Мы знаем, что четыре человека совершенно разные, но пишут об Иисусе Христе. Пишут о том, как Он пришел, что Он делал и какова основная миссия Иисуса. Евангелие от Марка, 4 глава и 40 текст. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются Ему. Мы видим, что Христос совершает многие чудеса. И в этот момент, когда бушует море, потому что история, которая описана чуть-чуть раньше, она как раз таки об этом. Она о том, что ученики находятся в таких непонятных обстоятельствах, и они в беде. Христос спит, как здесь сказано в возглавии, и они не знают, что делать. Они обращаются, чтобы Христос как-то помог. И когда Христос помогает, тишина, штиль. Казалось бы, все прошло, как страшный сон. Это уже было вчера. И именно здесь, в 40-м тексте, сказано, что вы так боязливы. Как? У вас нет веры. И 41-й текст как бы констатирует этот факт. И убоялись страхом великим. В греческом языке вот это выражение «убоялись страхом великим» в настоящем времени. Речь не идет о том, что они вспоминали о том страхе, который был присущ тогда, когда вот это море бушевало, когда стихия не давала им покоя. Речь идет о настоящем времени. Они смотрят на Христа и не понимают, что происходит. Они просят помощи, просили вернее, и когда это происходит, даже как-то не верят, не понимают. Сказано, и убоялись страхом великим, и говорили между собою. И этот страх как раз-таки связан с этим разговором «кто же сей, кто и ветер, что и ветер, и море повинуются ему». Если так лаконично объяснять этот страх, о котором здесь сказано, то речь идет о страхе самого Христа. То есть они убоялись Иисуса, который пришел и совершил это великое дело. Он успокоил все. И когда Христос приходит в жизнь, то очень часто грешному человеку становится страшно. Сказано, и убоялись страхом весьма великим. Очень много повествований и историй о ситуациях, когда присутствие Иисуса меняет все. И необходимо полностью поменять и мысли, и свои действия, поступки, потому что Христос вошел в твою жизнь. И иногда становится страшно. Именно об этом страхе здесь идет речь. История продолжается. Христос дальше путешествует, Он исцеляет. И в пятой главе сказано, «И пришли на другой берег моря в страну Годаринскую, и когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом». Он имел жилище в гробах, и никто не мог Его связать, даже цепями, потому что многократно был Он вскован оковами и цепями, но Он разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укоротить Его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал Он и бился о камни. Увидев же Иисуса, издалека прибежал и поклонился Ему. Христос посещает Годаринскую страну. Сегодня принято, когда приезжает или прилетает великий гость, то, как правило, есть и делегация, которая встречает или в аэропорту, или хотя бы у дома, у госиницы, да, встречает важного гостя, представляет все лучшие апартаменты какие-то. Христос идет в страну Годаринскую, и сказано, что Его встречает несчастный больной. Его встречает человек, которого все боялись, все ужасались, все обходили это место. И вот необычная встреча. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему. И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» Вот в этом риторическом вопросе кроется большой ответ для каждого из нас. «Что тебе до меня?» Мы тоже можем сказать от себя по отношению к Богу, «Господи, я проживу как-то сам эту жизнь, не надо в ее вмешиваться, что тебе до меня?» Но вся история, все повествование показывает, что у Бога, как у любящего Отца, всегда есть дело к нам. У него всегда есть вот это отношение, которое он желает проявить. И к этому несчастному он тоже подходит и начинает с ним вот это общение. Также, когда мы читаем вот это выражение, сказано, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» Этот одержимый знает, с кем общается, знает, с кем беседует. Вот некий парадокс. Только что Христос общался с учениками. А что ученики говорят? «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются Ему?» Они не знают, они спрашивают, они в догадках, они не понимают, что происходит. А человек, одержимый бесами, сразу дает определение. Ты – Сын Бога Всевышнего. Интересным является тот факт, что Евангелие от Марка – это Евангелие Сына Божьего. И автор желает всякий раз подчеркнуть это, чтобы каждый из нас мог понять, кем для меня является Иисус. Вот смотрите, в самом начале Евангелия от Марка, когда мы читаем, сказано «Начало Евангелия Иисуса Христа». И дальше что сказано? Какова информация об этом Иисусе Христе? Кто Он такой? Сын Божий. И когда мы читаем все Евангелие, то мы находим, что каждый человек, он исповедует Иисуса Христа и признает Его Сыном Божьим. Вот смотрите, 3 глава, 11 текст. «И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали, Ты – Сын Божий». Даже нечистые духи исповедовали Иисуса и утверждали этот факт. В Евангелии от Марка только что мы прочитали бесноватый говорит «Иисус, Ты – Сын Бога Всевышнего». Дальше, когда мы читаем повествование, 15 глава и 39 текст, речь идет о язычниках, о сотниках, каково у них было мнение относительно Иисуса Христа. И вот смотрите, в этой 15 главе, в 39 тексте сотник говорит, «Сотник, стоявший напротив него, увидел, что он, так возгласив и спустил дух, сказал, «Истинно, человек сей был Сын Божий». Другими словами, Марк показывает, что и бесноватые, и демоны, и ученики, и язычники, все, кто переходят в соприкосновение с Иисусом, понимают, что это не просто пророк, это не просто человек, это Сын Божий. Если мы внимательно прочитываем все Евангелие, то мы видим, что Марк как будто бы побуждает нас и желает, чтобы мы в своей жизни тоже могли исповедовать Иисуса Христа и сказать, «Господи, Ты Сын Божий». Потому что вся история, все повествование побуждает к этому. Но есть также и реальности, которые тоже открывают характер Бога. И вот в 5 главе Евангелия от Марка мы читаем дальше. Это беседа Иисуса с этим бесноватым. Седьмой текст. Он говорит, «Заклинаю Тебя Богом, не мучь меня». Вы знаете, что в этой жизни, в этом мире очень много всеразличных ересей, очень много всеразличных заблуждений. И иногда эти заблуждения как будто бы, как будто бы имеют подтверждение в Священном Писании. Вот буквально одно предложение. «Не мучь меня». Это просьба к Иисусу Христу. «Не мучь меня, Господи. Мне так хорошо, мне так прекрасно без Тебя. Зачем Ты мучишь меня?» И напрашивается вопрос, о каких мучениях идет речь? Как это так? Получается, что Христос этого бесноватого пришел мучить? И здесь есть место для человеческой фантазии, где представляют Бога жестоким, где представляют Бога таким, что Он мучит, издевается над грешным человеком, ищет только бы причину, чтобы наказать. Но не об этом здесь речь. Речь как раз-таки идет о том, что Христос приходит, дабы исцелить, дабы облегчить жизнь. Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, Дух нечистый, из всего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили, чтобы он выслал их вон из страны той. И послось там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо из крутизны в море. А их было около двух тысяч. И потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что же случилось. мы видим, что Христос понимал, зачем Он находится здесь, в этой местности. Он понимал, что эта встреча не случайность. Нам иногда кажется, что все происходит случайно. И этот человек, наверное, тоже думал, говорит, «Это случайно, Христос зашел сюда, Он просит, удались отсюда, потому что не место тебе, Сыну Божьему, здесь». Но когда входит Иисус, Он входит как раз таки, чтобы изменить ситуацию, чтобы изменить жизнь. И несмотря на эту необычность, мы видим, что довольно все сложно, потому что не один этот демон, не один бес, а довольно много их. Подчеркивается как раз таки, вот эта всесильная сила Христа, который ни перед чем не постоит, чтобы спасти одного человека. «И тотчас позволил им, и нечистые духи вошли в свиней». Даже здесь, когда мы читаем, то мы видим, насколько Иисус Христос является Богом любви и Богом милости. Он даже, казалось бы, прислушивается к мнению, к просьбе, этих бесов. Казалось бы, ну зачем это надо? Ты как надумал поступать, так и поступай, да? Но бесы просят, чтобы войти в свиней. И здесь Христос показывает, что Он как бы идет на уступку, Он позволяет им это сделать. Дальше, когда мы будем читать об этом человеке, то мы будем вновь задавать вопрос. Здесь Он разрешает этим бесам войти в свиней, а потом этому человеку не разрешает остаться с Иисусом. Здесь один ответ, там другой ответ. Но, коль мы сегодня начали размышлять о страхе, смотрите, что здесь сказано, опять же, о страхе. Пятнадцатый текст. Приходят к Иисусу, все жители приходят к Иисусу, которые были собраны, и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит, одет и в здравом уме, и устрашились. Вот эти люди, жители Десятиградия, деревень, они поставлены Марком на одну ступень с учениками, потому что только что ученики боялись Иисуса и устрашились, не понимая, что происходит. Сейчас этот страх наполняет жизнь этих людей. и они говорят, человек в здравом уме, все нормально, все хорошо, надо радоваться, да? Вот какой-то парадокс происходит. Человек, который непонятно чем занимался, всех пугал, был угрозой для общества в нормальном состоянии, и как о нем говорят? И устрашились. «Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их». Есть силы, которым страшно, когда Господь производит подобные перемены, потому что Господь действительно коренным образом поменял жизнь этого человека, поменял быт, он уже не в пещерах, он уже не рычит на людей, он уже небесноватый, он нормальный. И вот нормальность, она очень часто пугает. И это тоже может быть проблема и нашего времени. Если мы поступаем нормально, то мы вызываем большее удивление, потому что, как один наш современник сказал, что скоро нормальность будет занесена в Красную Книгу, потому что люди привыкли поступать неправильно, привыкли поступать ненормально. Но Священное Писание и Господь Бог учит нас, что мы не должны бояться тех изменений, которые вносит в нашу жизнь Иисус. «И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Девятнадцатый текст. Этот человек не сказал ни одной проповеди. Этот человек, можно сказать, не учился, чтобы проповедовать. А что говорит Иисус? «Иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь». Вот это та миссия, которая возложена на каждого из нас. Если произошло преобразование и изменение, Бог говорит, поделись этой радостью, иди и расскажи другому, чтобы люди могли видеть участие Божьей в твоей жизни. И пошел и начал проповедовать. Вы заметите, здесь можно было двадцатый текст как бы не приводить. Христос дал повеление и все. А как там это повеление исполняет он, не исполняет? Но Марк специально подчеркивает, что для человека, который пережил вот эту перемену, повеление Иисуса Христа не пустой звук. Христос повелел, сказано, и пошел, и начал проповедовать. Он не пререкается, не спорит, о чем я рассказывать буду, да, а как я свою беседу буду строить, сказано, пошел, и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Эта история интересна даже тем, что продолжение, когда мы читаем, то здесь тоже мы находим дальше страх. Если мы в 41-й вам тексте 4-й главе говорили о страхе, в 15-м тексте 5-й главе говорили о страхе, то дальше тоже Марк говорит о страхе. И, наверное, если мы сегодня говорим о нашей с вами жизни, то много разных страхов может быть. Но какой еще здесь страх приводится? Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег 21-го текста, я читаю, собралось к нему множество народа, он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по именем Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и сильно просит его, говоря, дочь моя при смерти, прийди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. У этого человека тоже есть страх. Этот страх близок многим. Страх потерять родного, близкого человека. и когда этот отец видит, что дочь в этой болезни может умереть, он движим страхом приходит к Иисусу и просит. И тут как раз таки приводятся его слова. Он усиленно просит его, говоря, дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. он не просто просит, а он уже целый сценарий прописывает. Он говорит Иисусу, что делать, приди, руки возложи, помолись, и вот тогда она выздоровеет. Этот пример тоже, наверное, напоминает нам и показывает самих нас. Когда мы обращаемся к Богу, мы уже наперед знаем и просим, Боже, вот это сделай, вот так, вот это вот так, вот это вот так. Но не факт, что это так произойдет. И данное повествование показывает, что Христос заинтересован помочь человеку. Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. И даже в этом пути вот это повествование вставка встречается, как богословы говорят, потому что по пути встречается женщина и происходит удивительное исцеление, когда кровотечением женщина страдала 12 лет, многое претерпела в этой жизни и только прикоснулась к одежде Иисуса, исцелилась. И вот дальше об этом исцелении, когда мы смотрим на следующей странице, уже факт был очевидным, что она исцелилась. Сказано, женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. здесь тоже речь идет о страхе, потому что когда Христос почувствовал, что, как здесь сказано, сила отошла от него, ученики сказали ему, он говорит, кто прикоснулся ко мне? Ученики сказали, ты видишь, что народ теснит тебя и говорит, и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Эта женщина могла тихонечко, не замечая никаких слов, мало ли, что там Иисус говорит, он общается с учениками, он общается своим узким таким малым кругом общения, могла бы тихонечко дальше, дальше, дальше и уйти от Иисуса, потому что главное, она получила, так или нет? Она подошла, она исцелилась, она почувствовала, что все, она получила, что хотела и может спокойно уйти. Иногда мы поступаем так по отношению к Богу, потому что иногда нам кажется, что Бог, Он должен что-то дать. И когда мы это получаем, получили и тихонечко, тихонечко, чтобы никто не видел, все, мы свое получили. Но пример этой женщины говорит, женщина в страхе и трепете, зная, что произошло, ей было страшно. Она не знала, чем закончится эта история, потому что это был ее сценарий, это она так решила, что так будет. И когда она подошла к Иисусу, она сказала Ему, все как было, он обращается, говорит, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Вот этих слов она долго ждала. И если бы не было этих слов, то это благословение было бы украденным. Она как воровка получила, спряталась, и, наверное, неспокойна была бы совесть у нее. Но когда она общается здесь с Иисусом, она переживает, она в страхе находится, в трепете. Опять же, мы видим, что присутствует страх, но этот страх, он приближает к Иисусу. Если предыдущие два страха, о которых мы говорили, ученики были в недоумении, что происходит, они были в страхе. Жители страны Гадаринской тоже были в страхе, они выгоняют Иисуса, говорят, уходи от нас, мы не хотим видеть тебя в нашей жизни. И они руководствовались страхом. Эта женщина была в страхе. Но этот страх помог ей быть ближе ко Христу. Когда же он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги слуги и говорят ему, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Христос был готов помочь, исцелить. он он уже направлялся, чтобы войти в дом этого начальника, но слуги приходят и говорят, нет необходимости, нет нужды. Как быть? Но Иисус, услышав все слова, тот сейчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. Эти слова тоже сказаны не случайно, потому что Христос увидел этот страх, этот испуг, который был в глазах Отца, и обращается к Нему, говорит, не бойся. Да, они сказали, но ты должен верить, только веруй. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Вы заметьте, когда речь идет о спасении, когда речь идет о вере, когда речь идет о такой жизнеутверждающей вере, речь не идет о шоу. Христос не собирает множество народа, толпы людей, чтобы продемонстрировать свои качества, какой он целитель, как он может все чудно устроить для Бога не это важно, для Бога важен конкретный человек, и сейчас он переживает об этом начальнике синагоги, о его семье, он с ним идет, и его желает поддержать. И дальше сказано, приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко. И войдя говорит им, что смущаетесь и плачете, девица не умерла, но спит. Трудно было слышать подобные слова. Сказано, и смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. Не случайно о Христе сказано, что он делает и говорит, как власть имеющий. Даже в этой ситуации он первый раз в этом доме, но ведет себя как хозяин. Он выслал этих плачущих, он распоряжается и делает то, что ему угодно. Если Христос входит в мою жизнь, если Христос входит в мой дом, мы можем только позволить, чтобы он руководил, чтобы он управлял. И если что-то происходит непонятное, как в этой ситуации, да, люди плачут, люди тут упрекают его, может быть, кто-то у виска крутит, какой-то ненормальный, о чем он говорит. Но несмотря на все это, Христос всех их отправляет из этого дома, оставляет самых родных, самых близких, оставляет тех, кто действительно переживает особым образом. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми, что значит девица, тебе, говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати, видевшие пришли в великое изумление. Этот начальник синагоги просил, чтобы Иисус исцелил, но Христос не сделал этого. И нам может показаться, что Бог опоздал, не успел. И иногда, когда в нашей жизни подобное происходит, мы вопрошаем к Богу, мы просим, но ответ словно опаздывает. Что-то происходит непредвиденное, и мы в недоумении, почему? Почему Господь не успел? Но эта ситуация как раз таки показывает, что Бог не опоздал. Он не использует совет, который дает этот начальник, отец. Он действует по своему сценарию и исцеляет, вернее, воскрешает эту девушку. Его просили исцелить, а Бог говорит, я могу даже воскресить. Но необходимо верить. верь, как он обращается к этому человеку, говорит, верь, и пойдем в твой дом. Мы видим, что здесь тоже речь идет о страхе, но этот страх, он приближает к Богу. Интересным является тот факт, что в 42-м тексте сказано, видевшие пришли в великое изумление. Вот эти слова на греческом языке переводятся как «видевшие испытали экстази», то есть они были в экстазе, они были в таком восторге, они были в таком праздничном недоумении. Видевшие пришли великий восторг, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Эти истории, которые мы сегодня прочитали, они еще раз подчеркивают, что Иисус Христос, Он не безразличен к нашим переживаниям, Он не безразличен к тем ситуациям, когда все бушует, но Он желает войти в нашу жизнь, чтобы действительно мы не его боялись, а чтобы мы боялись прожить эту жизнь без Бога. Дальше история развивается так, что мнение у учеников меняется, и Марк не случайно так все описывает, он показывает, насколько важно, вера каждого человека могла возрастать. Если вера возрастает, то и мнение меняется. И дальше, если вы будете читать это повествование, то вы увидите, что те ученики, которые вчера боялись, не понимали, что происходит, и смотрели на Иисуса, как не знали, что это происходит, потом они и исповедуют Иисуса Христа своим Господом, потом они не только являются свидетелями великих чудес, но они сами рассказывают, сами творят, они сами становятся помощниками этого дела спасения, которое совершает Иисус. На какой мы стадии развития? В каком месте нашего духовного восстановления сегодня мы находимся здесь вначале, когда страх заполняет, и мы не знаем, что будет завтра, послезавтра, мы не знаем, что приведет или к чему приведет жизнь со Христом. И когда человек говорит о крещении, когда человек говорит о посвящении, не всегда он представляет, что будет завтра, что будет послезавтра. Даже пример Иисуса показывает, что после того, как он явил эту правду, пошли проблемы. Одно искушение, второе искушение, третье искушение. Очень часто в нашей жизни, когда мы принимаем в сторону Христа, могут быть различного рода испытания, проблемы, трудности, но это не говорит о том, что мы неправильно поступили. это не говорит о том, что надо как-то по-другому свою жизнь строить, без Бога. Это говорит о том, что наша вера в Иисуса Христа, она должна возрастать. И в новых обстоятельствах, в новой ситуации, она также должна укореняться и расти. Если она, конечно, есть. А если веры нету, то любое испытание, любая мелочь, она может как ветер перышка нашу веру унести и все. Поэтому Священное Писание, оно подчеркивает и показывает, насколько важно каждому из нас, как верующему человеку, верить в Иисуса Христа. Не случайно Евангелист Марк постоянно подчеркивает, кем является Иисус. Он Сын Божий. Кем для меня сегодня является Иисус? И 42-й текст, который мы читали, говорит, видевшие пришли в великое изумление. Речь идет совершенно о посторонних людях. Эти люди только наблюдали со стороны, смотрели, чем все закончится. Но этот пример показывает, что если у нас нормальная, полноценная жизнь со Христом, то и те, кто рядом, они будут восторгаться, они будут любоваться, они будут действительно находиться в изумлении от тех отношений, которые мы имеем с Богом. Поэтому пусть Господь в обильном мире благословит каждого из нас, чтобы тот страх, который и будет присущ каждому, мог только приближать. И этот человек, отец, имени которого не указано, он тоже прошел через различного рода сомнения. Мы можем только представить, о чем думал он, когда шел, больную дочь оставил дома, идет к Иисусу, встретил Иисуса, сказал, вот она, надежда, все-таки нашел его, идет с Иисусом в дом, и тут приходит и говорит, слушай, нет смысла, уже поздно, никакой Иисус уже не поможет, уже там все так произошло, что... Но даже в этой безвыходной ситуации мы можем только представить, о чем думал. Он, может быть, уже хотел сказать, Иисус, не буду тебя задерживать, есть у тебя другие планы, но Христос сам берет инициативу в свои руки. Когда тяжело, когда горько, когда даже не зная, что сказать и как сказать, Христос сам берет инициативу, Он идет вместе с этим человеком, Он всех отправляет вон, говорит, я хотел бы, чтобы вы верили. Если вы верите, то она будет жить. И видевшие пришли великое изумление. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы и мы могли испытать подобное изумление и подобный восторг. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы не прописывали Богу, как поступать, как делать то или иное в нашей жизни, но чтобы мы просто сказали, Господи, я рад, что Ты согласен идти со мной в этой жизни. И представьте себе вот эту ситуацию. Этот начальник синагоги, отец идёт с Иисусом, и для него каждая минута, каждая секунда дорога. Он понимает, что надо быстрее, потому что ситуация критическая, а тут раз толпа, тут с этой женщиной опять проблемы. И наверное, мог он подумать, мы не знаем, конечно, о чём он думал, он думает про себя, ну надо же, мне-то надо туда, быстрее, домой, там ждёт дочь, она в болезни. Не сказано, сколько времени пошло, но тоже время ушло, и с женщиной побеседовали, и она получила исцеление. Как он отнёсся к этому? Я не думаю, что в глубине сердца он упрекал Христа и говорил, ну вот, здесь потеряли время опять, ты не спешишь ко мне домой, потому что ты ещё и этому хочешь помочь, и тому, и тому. Конечно, его боль ближе всего, но в данной ситуации Господь показывает, что мы не должны упрекать, мы не должны допускать даже мысли, чтобы каким-то образом обвинить Иисуса. Вы помните, как это было в другом повествовании, это 11 глава Иван Гатиана? Тоже Лазарь болел, Христос был вдалеке, потом приходят к Иисусу и говорят, твой друг Лазарь умер. И когда Христос пришёл в эту семью, что первое Он услышал? Какие слова? Слова поддержки, благодарности? А где ты был раньше? Почему ты опоздал? Почему ты не пришёл вовремя? Как больно это слышать, когда подобное звучит в адрес Бога, потому что нам кажется, что мы вот это видим и должно поступать, должно всё происходить в поле нашего зрения? Но мы не всё понимаем и не всё видим, мы не всевидящие, мы не всезнающие, и нам никто не давал никакого права как-то Бога упрекать, почему Он так поступил, почему Он по-другому не поступил. Мы потом знаем, чем закончилась эта история. И, наверное, этим сёстрам было стыдно потом за свои слова, потому что Лазарь был жив, всё благополучно, всё хорошо, и, может быть, они вспоминали и стыдили, говорят, а мы-то вот сразу дали возможность эмоциям, выплеснули всё на Него, а Он-то пришёл, и вот какое благое дело сделал. Если бы не Он, вообще ничего не было бы. Пусть Господь поможет каждому из нас иметь вот эту мудрость и никогда, ни в каком случае не упрекать и не обвинять Иисуса Христа. Есть только один обвинитель, есть только один клеветник братьев наших, как о нём говорят. И этот некто пытается сделать всё возможное, чтобы и мы тоже, как Он упрекает, обвиняет это дьявол и сатана. Он пытается указать Христу, что правильно, что неправильно, и свою армию Он хочет пополнить своими единомышленниками. Поэтому пусть Господь поможет нам, проявив мудрость, показать и сатане, на чьей мы стороне. Мы на Божьей стороне, мы на стороне нашего Творца. Даже если происходит то, что мы не можем объяснить, мы не знаем, почему это произошло. Мы можем вспомнить и пример Иова, мы можем вспомнить Аввакума, который говорит, даже если и скота не будет в стволе, даже если виноградная лоза не даст плода, но всё равно я буду славить своего Господа и Спасителя. Пусть Дух Благодарности действительно затмит всё, что есть в нашем характере, чтобы мы были всегда благодарны нашему Иисусу Христу, нашему Господу, который пришёл в этот мир, чтобы спасти меня, чтобы мы всегда и во всём могли видеть вот эту Божью любовь. Потому что Библия прописывает очень простую формулу «Бог есть любовь». очень просто. Как Он проявляет эту любовь? Почему Он то или иное делает так именно, мы не знаем. Но вот эту формулу никто не отменял. И Господь знает, что для нашего блага. И пусть и в нашей жизни, в тех ситуациях, которые у нас будут, Господь пребудет с нами, чтобы каждый из нас мог во всём и всегда словами благодарности обращаться к нашему всесильному и всемогущему Богу, к нашему Иисусу Христу. Аминь. Я приглашаю к молитве. Отче наш, сущий на небесах, наши взоры к Тебе, и Тебя мы благодарим и славим за Слово Твое. Тебя мы, Господи, величаем, что сегодня Ты Духом Святым открываешь нам Твои истины. Ты показываешь, как Ты любишь и заботишься о каждом из нас. Господи, Ты показываешь, что многое может происходить не так, как мы хотим, не так, как мы планируем, не так, как мы думаем. Поэтому помоги и в этом не видеть трагедию. Помоги нам, Господи, видеть трагедию в том, когда Ты вдалеке от нас, когда Тебя нету рядом. Помоги нам всегда и во всем обращаться к Тебе, как к Своему Создателю и Спасителю. Господи, и сегодня у каждого из нас свои есть переживания, свои нужды, свои проблемы. И мы просим и молим, чтобы Ты вмешался в жизнь каждого из нас. Господи, мы также, подобно этой женщине, желаем испытать страх, желаем испытать трепет и хотим, чтобы именно эти качества могли только приблизить нас к Тебе, к всемогущему Богу. Господи, мы тоже, подобно тем людям, которые были свидетелями этого исцеления, хотим испытать эту радость, радость спасения, радость воскресения. Господи, мы нуждаемся в вере. Мы нуждаемся в том, чтобы наша вера изо дня в день могла возрастать и укрепляться. И помоги нам в этом. Помоги нам, Господи, и разумом, и сердцем понимать, что Ты являешься Сыном Божьим. Поэтому и сегодня мы обращаемся к Тебе как к Искупителю, как к тому Богу, Который пришел в этот мир и искупил нас. Ты отдал самое дорогое. Ты, Господи, пролил свою кровь, но мы понимаем, что все это Ты сделал, чтобы мы могли иметь жизнь и чтобы эта жизнь была с избытком. Мы благодарим и славим Тебя за это. И просим, Господи, во все дни нашей жизни оберегай и храни, чтобы мы действительно могли быть хранимы Тобою. Будь с нами, как любящий Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сын и Дух Святой. Сын и Дух Святой. Сын и Дух Святой. Продолжение следует...